Еще пять лет назад в Самарской области было всего два ледовых дворца, и те морально устаревшие. Сегодня открыто уже 14 современных ледовых площадок, а в перспективе спортивные сооружения должны быть построены в шаговой доступности для каждого жителя губернии. Это лишь один из показателей, который характеризует нынешние тренды развития региона. О том, что удалось сделать за пять лет в должности губернатора, Николай Меркушкин рассказал на большой пресс-конференции. Наиболее важный результат – область из отстающих вышла в лидеры по самым разным направлениям. Вот один из них – строительство жилья. Сегодня регион ставит в пример на самом высоком уровне, причем за счет увеличения объемов и снижения цен жители сэкономили на покупках квартир 50 миллиардов рублей. Если брать на первый квартал текущего года, ПФО дает ПФО, и страна дает в жильщем строительстве в минус. Мы даем по первому кварталу 120% роста объема жильщего строительства. И мы ту планку, которую взяли, мы ее будем держать. На пресс-конференции прозвучало более 40 вопросов. В числе участников – все СМИ, работающие в регионе. Особое почтение – оппозиционным газетам, сайтам и радиостанциям. Слухи об отставке сильно преувеличены. Глава региона отметил, что источники этих сообщений известны, но те, кто заинтересованы в дестабилизации, просчитались. Да, я знаю этих людей, знаю этих людей, кто это организовывает, кто это исполняет, кто какие роли во всей этой, скажем, цепочке выполняет. Да и причины во многом неизвестны. Те люди, которые этим занимались, и в том числе те, которые писали об этом, и те, которые там политический капитал пытались как-то наработать на этом, они в очередной раз себя опустят. Еще один вопрос из стана оппозиции. Раньше Самарская область занимала первые места в рейтинговых публикациях авторитетных мировых агентств. А сегодня регион уступил первые строчки. В чем причина? Ответ. Раньше на заказные статьи тратили больше миллиарда бюджетных рублей в год. Сейчас на всю поддержку СМИ в четверо меньше. Причем в объективных рейтингах Самара по-прежнему в лидерах. Регион высоко оценивают инвесторы. За пять лет создано более 60 новых производств. Регион получает хорошую поддержку из федерального центра. Причем одно из главных направлений – подготовка инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Из 31 миллиарда рублей, выделенных городам-участникам на строительство дорог, 14 миллиардов получит Самара. Изменения произошли очень серьезные. И более того, мы и дальше будем очень жестко требовать качества. И качество, которое позволяло бы не только комфортно ездить по дорогам, но и они должны эти дороги служить долго очень. Удалось многое сделать и в структуре самой власти. Сегодня каждый житель Самары может в буквальном смысле влиять на самые важные областные решения через общественные советы. Их число будет увеличено. А перспективы своей работы глава региона охарактеризовал словами. Меня в Самарской области направил президент. Он поставил задачу оздоровить регион. И я эту задачу выполняю. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Шаг за шагом к этому идти.